Продолжается санитарно-педагогическое расследование причин роста заболеваемости кишечной инфекции в Узживутинском районе. Стихийная свалка в прибрежной зоне водной артерии природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории психического сельского поселения. Из нелегального оборота изъято около 200 килограмм сильнодействующего вещества в совершении преступления обвиняется жительница Екатеринбурга. Два человека, две жизни, одна любовь. В отделе ЗАГС Черкеска состоялась торжественная регистрация брака участника специальной военной операции. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Чункиозов. Накануне мы сообщали, что в Узживутинском районе республики медиками были зарегистрированы несколько десятков случаев острой кишечной инфекции, в том числе у несовершеннолетних. Проведенные представителями регионального управления Роспотребнадзора лабораторные исследования материалов от больных и проб воды на различные виды бактериальных инфекций, в том числе холеры, дали отрицательные результаты. Вода соответствует санитарным правилам и нормам. Делает Роспотребнадзор на данный момент. Естественно, при первых случаях сообщения о заболевании управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Мы выясняем первые пути передачи этой инфекции и источник, то есть возбудитель этой инфекции, что послужило заболеванием. В этой связи я хочу обратиться к населению с тем, что лабораторные исследования, которые мы сейчас проводим, они требуют определенного времени. Поэтому относитесь, пожалуйста, с пониманием. Как только они закончатся, мы сразу сообщим вам о результатах этих лабораторных исследований. В социальных сетях сейчас бушуют и много всяких версий и догадок. В частности, говорится о том, что это холера. Но хочу заявить, что это не холера, это точно, потому что они симптоматика, они весь, все течение этого, начало заболевания не соответствуют этому заболеванию. То есть это не холера. А что это за возбудитель инфекции? Будет известно, когда будут закончены лабораторные исследования. Я обращаюсь к населению из Жигутинского района о том, что вам сейчас необходимо очень строго и аккуратно соблюдать меры профилактики кишечных инфекций. Рекомендуется общий комплекс профилактики. Я напоминаю, что это. Это общая гигиена, мытье рук, когда вы приходите домой, когда вы садитесь за стул, почаще мойте руки. Следующий момент – это употребление пищевых продуктов гарантированного качества. Из рынка, из нормальных источников, из официальных источников продукты должны проходить или термическую обработку, или, соответственно, мытье. При мытье продуктов, фруктов, в частности, нужно использовать воду гарантированного качества. Это может быть бутилированная вода или кипяченая вода. Далее продукты нужно хранить обязательно в надлежащих условиях, соблюдать условия хранения, сроки годности этих продуктов. Ну и такой момент, что самое важное, один из важных моментов, что также использовать в питье воду гарантированного качества. Водопроводную воду следует кипятить или принимать бутилированную воду. А также при хозяйственно-бытовых процедурах, в том числе мытье посуды, мытье предметов, ухода за маленькими детьми, нужно также использовать воду гарантированного качества. Это или бутилированная вода, или кипяченая, или обдавать их кипятком один из надежных способов. Лесной пожар в Тибердинском национальном парке, который до локализации успел охватить территорию чуть больше пяти гектаров, на данный момент купирован. В мероприятиях были задействованы несколько противопожарных формирований общей численностью до 100 человек, а также 30 единиц спецтехники. На борьбу с огненной стихией, помимо сил оригинального управления МЧС, вышло большое количество волонтеров-добровольцев и сотрудников лесной противопожарной охраны Тибердинского национального парка. В первые дни пожара была задействована авиация, которая осуществила сброс около 100 тонн воды, благодаря чему и удалось так оперативно локализовать быстрое распространение огня. Сейчас ведутся работы по подавлению очагов возгорания за пределами потушенной кромки. Если бы не авиация, не действие авиации, то имелась большая угроза распространения огня на населенный пункт Донбай. Но вовремя привлекли авиацию и устранили эту угрозу. Распространения пожара нету. Как я уже сказал, внутри пожарища догорают вот эти старые сухостойные деревья и валёж, образовавшиеся в результате естественного отпада. Стихийная свалка в прибрежной зоне реки Кубань не в первый раз заставляет жителей и общественность Карачаева-Черкесии с беспокойством следить за экологической обстановкой. Проводившие проверку представители природоохранной прокуратуры выявили нарушения на территории псыжского поселения и обязали сельскую администрацию их устранить. Тему продолжит наш корреспондент Артур Махце. Если бы эта свалка находилась в Австрии, виновных оштрафовали в переводе на российскую валюту на 7 тысяч рублей. В Австралии почти на 500 тысяч, а в Ирландии автору подобного творения и вовсе грозил бы год тюремного заключения. В России отношение к тем, кто выбрасывает, где попало мусор, куда более щадящее. Человек отделается штрафом в 2 тысячи рублей. И лишь организации пришлось бы существенно опустошить свой бюджет. Но это если заявят неравнодушные граждане и найдут надзорные ведомства. О псыжском коллапсе общественники и прокуратура вспоминают не в первый раз. Ранее отсюда уже были тревожные звонки. И тогда общими усилиями удалось ликвидировать стихийную свалку. Однако не оскудило рука выбрасывающего. И теперь избавиться от зловонного клада будет в разы сложнее. С черкесской её видно, вот эту свалку. Мы сейчас с вами обидим, вы её тоже увидите с той стороны. Она прекрасно видна и видно, как она растёт. И естественно эти сигналы начали поступать к нам в народный фонд. Мы обратились сначала в администрацию района, понимая, что администрация только псыжского поселения не потянет такой большой вопрос финансовый. В ответ на это мы получили ответ администрации псыжского поселения, что они не имеют возможности ликвидировать эту свалку, что её невозможно ликвидировать. Естественно, этот ответ нас не мог удовлетворить. И мы обратились в прокуратуру за защитой прав граждан. Критичности данной ситуации добавляет то, что свалка находится в непосредственной близости от реки Кубань, которую можно назвать водной артерией Юга России. Если оставить всё как есть, экологической катастрофы не миновать. Администрация вынуждена будет в итоге нанять организацию, которая вот это ликвидировать будет. Если в прошлый раз это был САХ, возможно это будет САХ. Если это будут ещё какие-то дополнительные, там техника нужна будет, значит они будут искать этих людей. Потому что они должны будут в прокуратуру написать конкретно какие меры, кроме написанных писем, что ещё они предприняли. Однако собственных ресурсов, чтобы ликвидировать рукотворный памятник из бытовых отходов и строительного мусора у сельской администрации ПСЖА нет. О чём её представитель уведомил общественников и прокуратуру. Можно было бы обязать тех, кто виновен в создании стихийной свалки. Но их надо найти. А это возможно лишь при участии самих жителей населённого пункта, которые наверняка были очевидцами сброса отходов. А кто-то не исключено. И содействовал в наполнении дурно пахнущих залежей. Но люди, видимо, руководствуются принципами, своих не сдают. Экономя на вызове сотрудников спецавтохозяйства, они продолжают захламлять прибрежную территорию. И надеются, что администрация и надзорные ведомства сами всё уберут. К слову, очистить прибрежную зону сейчас очень сложно. Не каждый вид спецтехники способен добраться до этой свалки. Но и оставлять, как есть, разумеется, тоже нельзя. Природа не простит халатного к себе отношения. Артур Мхце, Вести, Карачао, Черкесия. Следственным управлением МВД по Карачао-Черкесии окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте около 200 килограммов сильнодействующего вещества. 23-летняя жительница Екатеринбурга обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Участие в преступном сообществе» и покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в составе преступного сообщества в крупном размере, а также подделки, изготовление или оборот поддельных документов. По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2022 года было создано преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом сильнодействующего вещества. Обвиняемая, являясь участником данного сообщества, перевезла сильнодействующее вещество из Екатеринбурга на территорию Карачаева-Черкесии, где произвела тайники закладки. При этом для своих преступных целей члены сообщества использовали поддельный паспорт. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд. Преступная деятельность группы пресечена осенью 2021 года с сотрудниками УНК МВД ПКЧР совместно с коллегами УФСБ Республики. Из нелегального оборота изъято свыше 198 килограммов сильнодействующего вещества пригабалин. Два человека, две жизни, одна любовь. В отделе ЗАГС Черкеска состоялась торжественная регистрация брака участника специальной военной операции и его избранницы. В чем секрет прочных отношений с военным, узнала Дарья Тендит. Кирилл Колесников еще в детстве решил, что будет защищать родину. Его прабабушка и прадедушка – участники Великой Отечественной войны. Он рассказал, что с раннего возраста ему прививали патриотизм. Он часто смотрел военные фильмы и решил поступить в военное учебное заведение. С мая 22-го года и до получения ранения в феврале Кирилл находился в зоне проведения специальной военной операции. После выздоровления он вернется обратно. После ранения было принято решение, что как только была возможность передвигаться именно с палочкой, не на костыле, будет сыграна свадьба. И родителям, у супруги было тяжело достаточно, но справились. У меня работа такая. Я знал, на что я иду. История о любви Кирилла и Софии началась два года назад. Пара мечтала о создании семьи. В мае 22-го года Кирилла мобилизовали. За все это время они прошли через расстояние, долгие ожидания встречи, но все это время их сердца находились рядом. София поделилась, что самое сложное было находиться без связи с любимым человеком. Очень сложно это было пережить. Особенно первые месяцы, когда просто нет ничего, ни весточки, ни слышу, ни вижу. Это что-то невероятное просто выйти замуж за человека, которого любишь, у которого такие же чувства, вот я, это счастье, любовь. Ну, во-первых, как бы спокойствие, понимание, что впереди и семейная жизнь, стоит задумываться о детях, как бы будущее. Вопрос, как бы за что сражаться за будущее, за семью, за дом, за родителей. В этот особенный день молодожены в окружении родных и близких решили узаконить свои отношения. И заветное «да» прозвучало. Молодожены услышали теплые слова с пожеланиями любви, счастья и благополучия. Трогательная церемония создания семьи прошла в скромном кругу родных и близких. Дарья Тедит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Площадка выставочного центра Минводы Экспо объединила работников агропромышленного комплекса в рамках масштабной значимой выставки «День поля Ставропольского края». Светлана Шаганова расскажет подробнее. Свои технологии и разработки представила и компания «Агретим». Высокопрочные, высокопродуктивные дроны, автопилоты на трактора и комбайны, а в рамках импортозамещения гидростанции для гидравлических систем тракторов собственного производства «Агретин-90». Жадки, селки и культиваторы, растительные системы, техника для хранения и обработки сельхозпродукции. На выставке «День поля» состоялись и демонстрационные показы. Роторные копатели от признанного эксперта компании «Иманс» представила компания «Агретим». Многолетний опыт позволил понять, что перекопка – это больше, чем просто переворачивание почвы. Мы представляем самые передовые решения для сельского хозяйства и делаем их доступными для вас. Компания «Агретим» меняет привычный подход к ведению сельского хозяйства, внедряет в сельское хозяйство инновационные технологии и высококлассную технику для больших урожаев. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесию доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. 12 сентября в Никольском соборе с 9 утра и до 21 часа и 13 сентября с 8 утра до 19 часов верующие смогут прикоснуться к мощам. 13 сентября в 19 часов проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца. Далее смотрите интервью председателя избиркома Карачаева-Черкесии Лариса Базалиевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok